Всем привет! Сегодня мы снова поговорим о том, что же у нас тут наснимали. Фейк «Береги себя» — второй фильм режиссёра Салтанат Мурзалинова-Яковлевой. Надо признать, он значительно лучше её первой работы — фильма «Тамагочи». Другое дело, что что угодно могло быть лучше, чем «Тамагочи». Логично. Согласен. И кажется, что казахстанские кинематографисты только недавно открыли для себя наличие интернета. Фейк стал очередным фильмом, действие которого основано на одном из аспектов мировой сети. Двое молодых людей знакомятся в интернете. К этому моменту в жизни каждого из них складывается ситуация, которая возникала, наверное, у каждого. Ощущение того, что настала пора что-то менять. Аси и Макс импонируют друг другу, и на почве этих двух факторов решают встретиться на нейтральной территории. В городе, в котором ни он, ни она никогда не были. Алматы. И вроде бы ничего необычного. Такое случается сплошь и рядом. Только города обычно выбирают поромантичнее, а не те, в которых снимать удобно. Но все оказывается не так просто. Макс предлагает Аси сыграть в своеобразную игру. Их отношения должны продлиться ровно два месяца, и после этого они обязуются больше никогда не встречаться. Ну, парня можно понять. Я думал, для многих это был бы идеальный тип отношений. А вот мотивацию девушки согласиться на такую авантюру понять сложнее. Кажется, она остается на совести сценариста. Его же, или вернее, ее, потому что Салтанат является как автором сценария, так и режиссером этого фильма. Стоит спросить, почему, почему диалоги в фильме напоминают цитаты из ванильных пабликов? Это что такая стилизация? Ну вот, например. А, то есть потом ты будешь выбирать. Это ты бы выбирала, а я возьму все. Порой диалоги здесь просто переворачивают суть мироздания. Ну вот, например, заходит сотрудница Аси в офис. Подходит к ней из-за спины, ну а та переписывается в чатике с Максом. И эта сотрудница спрашивает у Аси, Макс, кто это? Звонок другу? Ну и вы знаете, что она отвечает? Это человек. Другие же моменты наоборот. Какая-либо логика здесь отсутствует напрочь. А еще лично мне совершенно непонятно, зачем нужно голосом дублировать то, что написано на экране. Я что, прочесть не могу, что ли? Привет. Ты очень красивая. Привет. Ты тоже ничего. В совокупности с бессвязностью некоторых сцен это весьма негативно сказывается на динамике фильма. Добавим сюда проблемы со звуком, когда музыкальный фон может перебивать гораздо более тихую речь. Метание оператора, который то ведет привычную съемку, то решает переключиться на документальную от первого лица. Как минимум две сюжетные линии, которые совершенно никак не разрывают ни сюжет, ни персонажей. Ну, просто без них хронометраж фильма был бы, наверное, минут сорок. И мы получим примерное представление того, чего можно ожидать от фильма фейк «Береги себя». Но больше всего лично у меня вызвало негодование то, как в фильме показана игра. Макс не только популярный видеоблогер, он еще и разработчик онлайн-симулятора гонок. Поэтому, чтобы провести параллель между реальностью и игрой, а также для того, чтобы хоть как-то оправдать некоторые сюжетные ходы, в фильме периодически показывают отрендеренные игровые моменты. И вот тут начинается полный... По сюжету в игре заявлено 50 тысяч игроков, но всякий раз мы видим только двух. Видимо, все сделано в лучших отечественных традициях, и все это просто мертвые души. Потому как графика в игре десятилетней давности, объекты то и дело проваливаются в мыльные текстуры 640 на 480, а сами эти текстуры тут же пропадают. Полтора полигона! При этом в гоночном симуляторе почему-то присутствует награда из вайп-аут. И сами эти награды ни на что не влияют. А по изображениям персонажей то и дело пробегают помехи. Будто бы это не компьютерная игра, а какой-то плохо настроенный телевизор. Если бы эта игра существовала на самом деле, она способна была бы разрушать пространство и время, потому что это хуже, чем Astana Racer, а игры хуже, чем Astana Racer вселенная бы просто не вынесла. Но все это еще как-то можно было бы простить фильму, ну, хоть и со скрипом. Если бы в нем была какая-то нетривиальная идея или глубокая драма. Несмотря на все заверения создателей, ничего этого в фильме нет. Это очень простая история со вполне предсказуемым концом. Ну, знаете, так мог бы закончиться какой-нибудь дешевый сериал. Ты все врешь! Тем не менее, прогресс налицо. Если Тамагочи хвалить было абсолютно не за что, и лучше вообще забыть о его существовании, то в фейке есть пара позитивных моментов. Во-первых, это отличный заглавный трек от Крайма Волшебника, а во-вторых, участие в фильме Аси Аспановой. Ее очень живая мимика, и на нее просто приятно смотреть. Так что, надеюсь, мы еще увидим ее на большом экране в более удачных проектах. Спасибо YouVision и магазину BankyZ за поддержку. Оставляйте свои комментарии под видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока!